Несмотря на профилактические меры, которые усиленно проводятся, повсеместно информируются путем соцсетей и средств массовой информации, к сожалению, есть ряд граждан, которые проявляют наивность, не проявляют свою бдительность. Я подала заявление о том, что для дальнейшего разбирательства я тогда не знала, кто виновен, что квартира, как, моя или не моя. Банки регулярно печатают в газетах эти сведения о том, что реализуется залоговое имущество. Здесь тоже появляются так называемые посредники, которые говорят, что они решат вопрос. Как заметил когда-то классик, москвичей испортил квартирный вопрос. Если это известное выражение применить к алматинствам, то суть остается та же. Что только не делают горожане, чтобы приобрести крышу над головой. Порой все это заканчивается весьма плачевно. Аферисты пользуются подобным ажиотажем и оставляют доверчивых граждан ни с чем. В очередном выпуске программы поговорим о том, как защитить себя от квартирных мошенников. Алматы город-мечта, город-сказка для многих граждан Казахстана и не только. Ежегодно в мегаполис заезжают с надеждой основательно обосноваться. Здесь тысячи человек. И только у единиц есть возможность сразу приобрести собственное жилье в городе. Остальные ловят птицу счастья. Надеются выиграть лотерею, удачно выйти замуж или запустить бизнес-проект. Городские цены ежедневно регистрируют новых владельцев недвижимости. Но на этом пути счастливчиков может поджидать целая армия маститых отборных квартирных мошенников, которые легким движением руки могут оставить семью без крыши над головой. Несмотря на профилактические меры, которые усиленно проводятся, повсеместно информируются путем соцсетей и средств массовой информации, к сожалению, есть ряд граждан, которые проявляют наивность, не проявляют свою бдительность, осторожность и верят едва ли не перу прохожим человеку, который обещает золотые горы. Как правило, во многом сами потерпевшие тоже пытают получить какие-то блага, переступая черту закона. Далеко за примером ходить не надо. Совсем недавно стражи порядка арестовали женщину, которую подозревают в совершении целой серии квартирных афер. Согласно материалам уголовного дела, некая гражданка Караходжаева представляла своим жертвам работникам местных исполнительных органов и обещала им за определенное вознаграждение получить собственное жилье по госпрограмме. Заподозрить, что перед вами аферизм, было сложно. Механизм одурачивания был отработан до мелочей. Она утверждала, что у нее есть влиятельность связи в местных исполнительных органах. Даже для пущей убедительности предъявляла им липовые уведомления о том, что вот вам выделена такая-то квартира, такой-то квадратуры и так далее. Соответственно, не получив обещанных квадратных метров, граждане обратились в полицию. Только в Аузовский УВД обратились с заявлением 11 человек. Позже в Алатавской УВД обратилось еще 6 человек. Все они поверили обещаниям о собственной крыше над головой. Почти аналогичное преступление произошло в поселке Буралдае Алматинской области. Там пятеро военнослужащих стали жертвами мошенничества со стороны своего бывшего коллеги. Мужчина пообещал похлопотать в скором получении служебного жилья с баланса Министерства обороны. За мне очередную выдачу однокомнатной квартиры он просил 4000 долларов. Двухкомнатную оценил в 5500, а трехкомнатную в 6500 долларов. Военнослужащие, взяв кредиты в банки, в общей сложности предоставили коллеге 5,5 миллионов тенге. С тех пор ни денег, ни бывшего сослуживца они не видели. В ходе судебного заседания потерпевшие рассказали, что мужчина был убедителен и ссылался на влиятельного знакомого. И даже назвал дату получения квартир по госпрограмме в микрорайоне Акент. Сам обвиняемый не признал факт мошенничества и попросил прекратить уголовное дело за отсутствие в его действиях состава преступления. Деньги он брал якобы в долге только у одного товарища. Как сообщили в Ильиской районной прокуратуре, задержанный уже привлекался к ответственности за мошенничество. Но дело тогда было прекращено за применением сторон. В результате Ильиский районный суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор суда пока не вступил в законную силу. Лишить человека собственности в виде жилья с точки зрения мошенников не такая уж и сложная задача. Стать жертвой аферистов можно даже если сделка о покупке прошла вполне законно. Это хорошо понимает теперь алматинка Светлана Нагаева, которая еще два года назад продала свою двухкомнатную квартиру, чтобы приобрести себе и дочери отдельное жилье. Для этих целей Светлана обратилась к риэлторам. Они подыскали клиентке новую недвижимость, подготовили все документы и, казалось бы, живи не тужи. Но не тут-то было. Буквально через пару месяцев в дверь новой квартиры Натальи постучал другой ее владелец. Я подала заявление о том, что, ну, не знаю, для дальнейшего разбирательства. Я тогда не знала, кто виновен, что квартира, как, и моя или не моя. Ну, все, и началось следствие. В итоге выяснилось, что орудовала целая бригада мошенников, которая продавала таким образом квартиру не только мою. В общей сложности жертвами аферистов стали 15 человек. В 2015 году по этому делу задержались 7 человек и уже осудили на разные сроки заключения. Суд обязал возместить ущерб пострадавшим, но на момент задержания у преступников карманы были уже пусты. И потерпевшая сторона осталась ни с чем. Приходится только извлечь из этого урок. Ведь все эти квартирные махинации преступники провернули, потому что граждане не присутствовали на главной процедуре в ЦОНе. Это получение справки о применении, которое юридически доказывает, что покупаемая недвижимость не находится в аресте и больше никому не продана. И поэтому юристы советуют с предостережением относиться к любым незапланированным предложениям продавца или покупателя. Если продавец отказывает сети в ЦОН, чтобы получить справку о наличии недвижимости, либо об обременении, если он опасается, либо отказывается под любым предлогом идти к вашему нотариусу, то я полагаю, что здесь что-то нечисто. И поверьте моему совету, моему опыту, от такого продавца нужно, конечно, отказываться. При сделке, при просмотре обязательно просматривать документы. У нотариуса, когда вы заключаете договор, указывать полную стоимость. Многие этого делают, чтобы избежать оплаты налога. Желательно указывать полную стоимость, чтобы себя обезопасить. Обязательно проверять обременение самостоятельно. Чаще всего справку об обременении в ЦОН делают левым путем. Такие схемы тоже есть. Нам о таких сообщали. Как показывает практика, многие квартирные мошенники успешно орудуют, потому что наша законодательная база не позволяет основательно защитить тех, кто за свои кровные покупают жилье. Здесь примером мог бы быть зарубежный опыт оформления сделки, когда деньги передаются продавцу только после того, как ЦОН официально утверждает нового хозяина квартиры или дома. Такого пока в нашей стране нет. Нагреть руки на квартирном мошенничестве желают не только криминальные лица. Этим грешат и некоторые недобросовестные агентства по недвижимости. У них свои методы одурачивания клиентов. Специалисты, промониторив ситуацию, выявили топ-5 так называемых разводов от риэлторов. Развод номер один. Одна из последних новинок среди афер на рынке. Информационная услуга от недобросовестных агентств или центров недвижимости. Ее суть заключается в следующем. Потенциальный покупатель или арендатор обращается в агентство, где ему обещают подобрать подходящий вариант жилья из собственной базы. При этом клиент уверяет, что поиски займут не более трех дней, а агентство будет подбирать варианты до тех пор, пока не найдет нужную квартиру. Свои услуги недобросовестные риэлторы оценивают в 10-20 тысяч тенге. Подписав договор и заплатив деньги, клиент в итоге получает несколько смс-сообщений с номерами телефонов из объявлений, опубликованных на сайте официальной газеты. Этот, на самом деле, риэлтор непорядочный, просто будет отправлять вам смс-ки с контактными телефонами владельцев квартир. Причем эти контакты могут быть давно уже неактуальными. Квартиры могут быть проданы, либо это могут быть недействительные объявления. В общем, по сути, такой черный маклер, он просто просматривает разные объявления и взятый из них телефон отправляет своему клиенту. Далее, претензии недовольных клиентов агентства не принимают. В ответ на них предлагают внимательнее прочитать условия соглашения, в котором указано, что исполнитель, то есть агентство, обязуется оказать лишь информационную услугу по подбору недвижимости. При этом за достоверность информации компания ответственности не несет. Развод номер два. Платный показ квартиры. Пожалуй, самый популярный обман от недобросовестных маклеров и агентов по продаже. Платный показ объекта недвижимости. Обычно эта сумма варьируется от 1000 до 5000 тенге. Но оплачивать услугу за проведение осмотра нужно лишь в том случае, если был заключен договор на оказание риэлторских услуг, либо договор по поиску объекта недвижимости, в котором указана конкретная стоимость. Если такого соглашения нет, а макли заранее требует деньги с потенциального покупателя или арендатора, его действия являются незаконными. То есть услуга сама по себе противоречит, на самом деле, гражданскому кодексу. То есть одно дело, если такие условия прописываются в договоре между покупателем и риэлтором, и описывается объем услуг, которые клиент получает за свою плату. И другое дело, когда без подписания каких-либо документов клиент вынужден платить псевдоагенту деньги просто так-то, скажем, вперед. Это даже не гражданский кодекс, это уже зона ответственности уголовного кодекса, потому что, по сути, такая работа является вымогательством. Развод номер три. Пополнение баланса в обмен на телефонный номер. Схема махинации следующая. Недобросовестный маклер или агентство недвижимости публикует объявление о продаже или сдаче в аренду жилья, обычно с массой красочных фотографий, по цене чуть ли не в два раза ниже рыночной. Затем заинтересовавшимся, заманчивым предложением клиентам по телефону сообщают, что у них заключен эксклюзивный контракт с владельцем недвижимости. За то, чтобы связаться с собственником, необходимо заплатить от двух тысяч до пяти тысяч тенге. Эти деньги необходимо закинуть либо на баланс телефонный или в электронный кошелек. При этом в разговоре утверждают, что это горящий вариант, имеется много клиентов, нужно торопиться, или обещать, что владелец все равно сделает скидку, и заплатив им, клиент ничего не потеряет. Для пущей убедительности присылают видеообъекта. В итоге, после пополнения баланса телефона или электронного кошелька, номера телефонов мошенников становятся недоступны. Развод номер четыре. Пересдача жилья в аренду. Этот вид аферы, хоть и существует, давно на своей актуальности не теряет. Чаще всего такой способ обмана используют недобросовестные маклеры-одиночки. Они подают объявление о сдаче квартиры или дома на длительный срок по заниженной цене. Далее назначается встреча с клиентами непосредственно в сдаваемом объекте. И после того, как клиент говорит, что готов снимать жилье, мошеннику звонят и сообщают, что случилось что-то страшное. Умер кто-то из родственников или случилось дорожно-транспортное происшествие и тому подобное. Арендатору вручают ключи и просят внести предоплату за месяц вперед, так как срочно нужны деньги, а договор аренды обещают подписать позже. Получив деньги, мошенник уезжает, через несколько часов на пороге квартиры появляется настоящий владелец квартиры, который сообщает, что квартиру у него снимали в аренду на сутки. Чтобы избежать такой ситуации, необходимо требовать оригинал документов на недвижимость и удостоверение арендодателя, а также никогда не отдавать задаток или полную сумму без договора. Развод номер пять. Продавец за границей. Хотя этот распространенный вариант аферы не связан с риэлторами, не рассказать о нем мы не можем. Мошенник размещает объявление о продаже недвижимости по привлекательной цене, указывает номер телефона, который, как правило, недействителен зарубежным кодом города, а в тексте объявление призывает вступить с ним в переписку по e-mail или через какой-либо мессенджер. Объясняет такой вид общения тем, что в данное время находится далеко за пределами Казахстана. В ходе электронного общения мошенник убеждает потенциальную жертву в том, что отправив денежный перевод, покупатель ничем не рискует, так как секретный код будет знать только он. Однако это не так. Чаще всего это от 30 до 50 процентов от стоимости квартиры, и тогда он готов выехать якобы и показать квартиру, оформить сделку. Очень многие люди не подозревают, что при передаче, переводе через Western Union не во всех странах требуется код или пароль. Зная имя и фамилию переводчика денег, достаточно просто ее назвать, и эти деньги уйдут к мошеннику. Специалисты в области продажи недвижимости дают советы, как правильно покупать и продавать жилище. Во-первых, естественно, ознакомливаться с документами, которые риелторское агентство предоставляет на подпись. На самом деле в договоре всегда видно, насколько хорошо и правильно описаны услуги. Конечно, далеко не все потенциальные покупатели, вернетодатели подкованы юридически. Мы бы рекомендовали таким людям, так скажем, тем, кто не готов самостоятельно во всем разбираться, обращаться к риелторам из Ассоциации риелторов Казахстана. Это организация, которая, так скажем, сформировалась на рынке органически. В нее входят люди, которые проходят аттестацию, имеют сертификаты. То есть у этой организации есть свой кодекс чести, так скажем, закрепленный юридически. Агентства, которые в Ассоциации состоят, работают достаточно честно. Известно, что в казахстанской судебной системе так таковой статистики именно по квартирному мошенничеству не ведется. Этот вид преступления рассматривается в общей практике расследования афер. Всего за прошлый год только алматинские суды разбирали почти 600 дел по различным видам мошенничества, больше половины из которых связаны с квартирным обманом. Изучая проблематику, эксперты вывели несколько основных криминальных схем, по которым действуют аферисты. Главное для них здесь – это войти в доверие к хозяину, а дальше все делается автоматически. В этом помогает век высоких технологий. Мошенники по объявлению в газете, сейчас у нас много вариантов, как заключить договор аренды, снимают в аренду квартиру на один месяц у хозяина, владельца квартиры, заезжают туда. За этот месяц они успевают каким-то подразным образом либо у владельца взять копии документов правоустанавливающих, либо получить их через посредство. Сейчас у нас масса есть возможностей системы всяких ЕГОВ, у нотариусов могут получить доступ к этой системе. То есть получают копии правоустанавливающих документов, подделывают их, оформляют на себя, на кого-то на подставных лиц договор купли-продажи, а потом с этим договором купли-продажи продают официально потерпевшим. То есть вот эта категория на протяжении 20 лет продолжает иметь место. И еще один из самых распространенных видов квартирного обмана – это якобы покупка залогового жилья за полцены. На такую удочку покупаются почти все, забывая, что бесплатный сыр бывает лишь в мышеловке. Банки регулярно печатают в газетах эти сведения о том, что реализуется залоговое имущество. Здесь тоже появляются так называемые посредники, которые говорят, что они решат вопрос этот, предлагают потерпевшим свои услуги, что они на торгах в банке это имущество смогут приобрести по дешевым ценам, показывают потерпевшим некоторые квартиры, забирают с них деньги. А когда уже потерпевшие хотят въехать в эту квартиру, оказывается, что эта квартира занята, никому не принадлежит, никогда с торгов не выставлялась, приходят в банк, а банка говорит, да нет у нас такого сотрудника. Служители Фемида заверяют, что сложность собирания доказательств вины квартирных мошенников прямо пропорционально доверчивости и безграмотности самих пострадавших. То есть порой привлечь подобного афериста к ответственности бывает невозможно или просто бесполезно. Нередко такие дела рассыпаются, как карточные домики. Мошенничество это что у нас? Завладение чужим имуществом или деньгами добровольно потерпевшие передают путем обмана и злоупотребления доверия. То есть их обманули в обстоятельствах, обманули, исказили факты и люди добровольно деньги передали. И они ждут, что им вернут эти деньги, они надеются, мошенники пишут им расписки, обязательства, показывают несуществующее жилище. И поскольку люди деньги отдали-то без ничего, у них никаких документов нету, и они надеются на то, что завтра им все-таки передадут имущество. А потом, я так полагаю, что они еще и где-то все-таки чувствуют, что они тоже что-то не совсем правильно сделали. Может быть в тот момент, когда мошенники их уговаривают, они передают деньги быстро, а потом они понимают, а что же мы их так передали-то без документов, без ничего. И поэтому у них вот, то есть доказывание, сложность доказывания состоит в том, что мало доказательств, и потерпевшие поздно обращаются. Полиции, чтобы хоть как-то уберечь граждан от всевозможных квартирных аферистов, даже выстроили психологический и физиологический портрет мошенника. Его нужно запомнить всем. Возможно, это поможет вам избежать крупных неприятностей. По большей части мошенничеством промышляют, как показал анализ. Женская половина человечества был даже в рамках расследования и изучения методики совершения преступлений. Был составлен социальный портрет мошенников. Это женщины среднего возраста. Большая часть из них когда-либо работала в государственных органах и не понаслышке знает про существующие системы. К примеру, употребляет более убедительные термины, терминологию, чтобы потерпевшие ей верили на слово. Не стать жертвами мошенников на самом деле не так сложно. Главное ответственно отнестись к любой сделке с недвижимостью. Важно помнить, что любая афера начинается с заманчивого предложения, от которого порой трудно отказаться. Будьте бдительными. Это была «Четвертая власть» на телеканале Алматы. Мы всегда на страже ваших интересов. Продолжение следует...